Видео, подготовленное специально для сайта fb.ru Через 12 дней своего пребывания на Северном Кавказе Денис Федулов оказался в руках дудаевцев. Шел февраль 1995 года. В плену Денис познакомился с Володей Храповым. Их держали в Шали, в специальной тюрьме. Чеченцы отдали солдат, приехавшим туда родителям. Ребята благополучно вернулись домой. В сентябре 1995 года Володя решил жениться. На свадьбу он позвал Дениса как свидетеля. Видимо, тяготы сплотили ребят, и они стали ближе, чем братья. Однако, помимо друзей и родственников, бывшие солдаты федеральных сил пытались пригласить на свадьбу и тех чеченцев, у которых находились в руках. Чем мотивирован этот поступок? Видимо, тем, что те чеченцы не сделали им ничего плохого. В любом случае, чтобы понять мотивацию и характеры людей, прошедших это, можно посмотреть документальный фильм Куприна, сделанный на основе программы «Взгляд». Фильм 1998 года Куприна сейчас есть на YouTube. Денис Федулов появляется там на 7 минуте 14 секунде. Есть там кадры и со свадьбы рассказ о снах, которые снятся солдату и хроника тех событий. Фильм один раз показали по ТВ, а затем про него забыли. Впрочем, фильм не про Дениса, ему там посвящено совсем мало времени. Фильм о людях, вернувшихся домой, но оставшихся там. Фильм имеет английские субтитры, так как создавался для иностранного кинофестиваля. Съемки проходили с января 1995 по февраль 1996 года в Чечне, Москве и Московской области, и во Владимирской области. А как вы считаете, чем вызван такой поступок? Пишите об этом в комментариях. Если понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Материал подготовлен для сайта fb.ru